В Верховном суде рассмотрели дело женщины, которая пытается получить отдельную квартиру для своей дочери, чтобы изолировать ее. У 27-летней Регины шизофрения. И жизнь в семье в буквальном смысле невыносима. По закону, с таким диагнозом она имеет право на отдельное жилье. Айгулямирова о том, как остро стоит жилищный вопрос. Когда много народу ее родные, любят только со мной. Регина инвалид. У нее тяжелая форма психического заболевания, шизофрения. Кроме мамы, девушка никого не признает. Однако в последнее время женщина то и делает, что обивает пороги судов. Регине положено отдельное жилье, но доказать это, как оказалось, очень сложно. Она со всеми вместе жить не может в одной квартире. Она бывает неадекватная. Это она вот сейчас еще вроде притихла, может побоялась. А вообще-то она бывает очень агрессивная. Ходит голая. Вот мы ее сейчас одевали же. И она в туалет зайдет, и туалет на распашку открыт. И вот как есть, она прям вот вся на виду. Часами там стоит, качается. Вот так вот стоит, качается. И потом вот лишние шумы, наши разговоры. Соседи вообще к нам не ходят. И родственники тоже не приезжают никто. В семье Гайнулиных три инвалида. Отец, сын и дочь. Мать оказалась между тремя огнями. В законе прописано, человек с тяжелой формой хронического заболевания не может совместно проживать с гражданами. Однако добиться справедливости самостоятельно Зухра Анваровна не смогла. Обратилась в общественную приемную Медведева. Дело сдвинулось с мертвой точки. Решением суда инвалида поставили на очередь. Но она практически не продвигается. По подсчетам, Регина получит квартиру не раньше, чем через 20 лет. Три нормы. Это Конституция 1, Федеральный закон о защите инвалидов Российской Федерации 2, и жилищное законодательство. Вот это все вкупе работает для этой социальной категории. Как они говорят, помещений нет жилых, но это не значит, что человек не имеет права на это. Да, может быть нет помещений, да, может быть нет каких-то средств на строительство этого жилья. Но право лишать этого человека на получение этой квартиры нельзя. Ни в коем случае нельзя. Поэтому у нас должны быть все равны перед законом. Очередной суд снова не принес результатов. Слушание дела отложили на 28 февраля. По словам Зухры Гайнулиной, это еще две недели мучительного ожидания. Айгулямир Вайдар Кунафин, Вести, Татарстан.